Всем привет и добро пожаловать на мой канал! В одном из последних видео, точнее трансляции, мы задели тему по поводу бизнес-инкубатора и очень многие попросили меня, чтобы я рассказала это в отдельном видео, поэтому сегодня я вам расскажу все, что знаю об этом, все нюансы, также все плюсы и минусы и если вам интересно это видео, то продолжайте смотреть дальше. Для начала давайте разберемся с понятием, то есть бизнес-инкубатор это такая организация, которая помогает молодым предпринимателям на начальной стадии развития своего бизнеса. Очень хорошо пользоваться такой услугой, таким бизнес-инкубатором для, например, студентов, потому что на начальном этапе, когда вы хотите развить свой бизнес какой-то, не знаете с чего взяться, то как раз приходит на помощь такая организация. Также это очень плюсом для иностранцев, потому что есть организации, бизнес-инкубаторы, которые помогают иностранцам, начиная от легализации здесь на территории Польши до самого развития вашего бизнеса. То есть понятное дело, когда иностранец приезжает на территорию Польши, он не все знает законы, не все знает нюансы, да, и для того, чтобы быстро с этим разобраться, не переплачивать кучу денег каким-то посредникам, то в принципе очень многие пользуются такой вот организацией, как бизнес-инкубатор. Очень большое количество отраслей поддерживает бизнес-инкубатор. Большая часть, конечно, это в IT-сфере, компьютерной какой-то технологии, связано все, что с компьютерами. Также это дизайнер, это хедмейт, это творческие какие-то личности, это электроника, медицинские приборы, научные исследования, мода и медиа, например. Бизнес-инкубатор – это своего рода работодатель, на которого вы работаете. Но по факту вы работаете сами на себя. Вся сложность состоит в том, что вы оплачиваете налоги за себя, оплачиваете налоги за работодателя и еще платите за услуги, помощи при ведении вашего бизнеса, точнее при развитии вашего бизнеса. Ну и также вы должны как бы начислять себе заработную плату. То есть из этого всего вытекает, что на вашем банковском счету должна быть всегда определенная прибыль, то есть определенная сумма, которую вы зарабатываете, для того, чтобы оплачивать налоги, страховки и платить себе заработную плату. То есть у вас должна быть в принципе минимальная заработная плата на территории Польши. То есть это если сейчас этого года касается, то где-то минималка 2.100. Бруто заработная плата должна у вас выходить. Но и также контракты с бизнес-инкубаторами подписываются минимум на год, в некоторых даже минимум на 2 года. Расторжить вы можете, то есть разорвать контракт вы можете, только предупредив бизнес-инкубатора, точнее своего куратора, который помогает вести ваш бизнес за месяц. То есть когда вы за месяц предупреждаете, то вы без проблем можете выйти из этого бизнеса и больше ничего не платить. Если же у вас все хорошо развивается, вам очень сильно нравится, как идет ваш бизнес, то после определенного срока контракта вы можете вывести свой бизнес на самостоятельный рынок. То есть вы уже можете работать сами на себя и вести уже полностью всю отчетность и бухгалтерию сами. Как же все-таки бизнес-инкубаторы помогают с ВНЖ? Потому что у многих часто есть такой вопрос, какая связь, то есть что они делают. Между бизнес-инкубатором и работником создается совместная организация предприятия, которая ведет хозяйственную деятельность. Однако из этого вытекает, что предприниматель становится сотрудником бизнес-инкубатора. И получается, что бизнес-инкубатор является вашим работодателем, а вы наемным работником. Поэтому на основе этого происходит вся легализация, то есть бизнес-инкубатор может вам сделать разрешение на работу, точнее освещение, и также подписывается между вами договор гражданско-правовой. То есть это либо же умово-злицение, либо умово-дело. Чаще всего это, конечно же, умово-дело. Я вам рассказывала все нюансы по поводу трех видов трудоустройства за границей, то есть трех умов. Если вы не видели это видео, тогда я вам оставлю в инфобоксе, либо здесь где-то в подсказках появится, и вы можете посмотреть, то есть какие преимущества есть у каждого договора. Потому что не все договоры здесь очень хороши, особенно не все договоры влияют на ваш пенсионный стаж, и не со всеми договорами вы можете уйти спокойно на больничный, либо же в отпуск. Поэтому если еще не знаете, какие виды есть договоров, то посмотрите то видео, которое я вам снимала раньше. Инкубаторы, конечно же, помогают развивать ваш бизнес, они вас полностью консультируют, а также помогают наладить налогообложения, также подстроить ваш бизнес по законодательствам той страны, где вы будете вести эту деятельность, то есть на территории Польши. Если, например, бизнес-инкубаторы, у них есть офис, например, в Варшаве, а вы живете в Гданске, то вы имеете право вести свою деятельность здесь, в городе Гданск. То есть не обязательно вести деятельность свою там, где есть офис бизнес-инкубатора. Самое главное, это нужно вам будет просто подать заявку, рассмотрят ее, если вам ответят положительно, то просто приехать в офис бизнес-инкубатора, подписать все договора и уже приступить к своей деятельности. Как я вам уже и сказала, для того, чтобы получить карту временного побыта от такого рода деятельности, то у вас должна быть минимальная заработная плата, это 200 злотых брута, каждый месяц должна начисляться на ваш банковский счет. На территории Польши есть очень много бизнес-инкубаторов, очень много, которые уже давным-давно работают на рынке, есть, которые самые новые. Самое популярное среди иностранцев, это, конечно же, www.twustartup.pl Я оставлю все ссылки вам в инфобоксе, так что вы сможете перейти, кому интересно, и прочитать уже там более детально. И, конечно же, еще одна организация, которая называется АИП. В зависимости от организации, разные ежемесячные взносы, например, в «Твой стартап» это 250 злотых в месяц вы платите за их услуги. В АИПе эти услуги стоят 300 злотых в месяц. Также от рода деятельности зависит и налоги. То есть, либо же это 9% вы платите, либо 14,5% от вашей деятельности. Под 9% попадают такие люди, которые занимаются творчеством. То есть, если вы творческая личность, либо у вас есть авторские права на какую-то деятельность, тогда вы будете попадать под налогообложение 9%. То есть, вы работаете, например, с авторскими логотипами, либо же с графическими проектами. Вы создаете музыку, либо же вы, например, фотограф, либо же дизайнер. Также, если вы создаете компьютерные программы, но и также, если вы разрабатываете методики, материалы для обучения иностранного языка. Если же вы создаете что-то своими руками, то есть, хедмейт, вы шьете, вы делаете какие-то поделки, либо же вяжете, то это все попадает под налог 9%. Какие есть плюсы работы через бизнес-инкубатор? Ну, первое, как я уже и сказала, это получение ВНЖ на территории Польши, точнее, легализации вашего и бизнеса, и себя здесь, на территории Польши, и получение в дальнейшем карты временного побыта на 3 года. Дальше. Это то, что бизнес-инкубаторы помогают вам разобраться полностью с бухгалтерией, с финансами, покажут, как вам составляет ПИТ 11, ПИТ 37, объяснят, как проходят все налоги, также, где нужно платить в ад, а кому не нужно платить в ад. То есть, все нюансы по вашему бизнесу, они вам помогают. Дальше. За то, что вы платите 250 злотых, либо 300 злотых в месяц за их услуги, вы получаете бухгалтерскую поддержку, финансовую поддержку, а также юридическую поддержку. И юридическую поддержку вы получаете 2,5 часа в месяц. То есть, вы можете консультироваться по разным юридическим вопросам, касающие и ваше пребывание на территории Польши, и вашего бизнеса. Я не знаю по поводу компании АИП, если там есть русскоязычная поддержка, но в твой стартап.pl есть русскоязычные кураторы, которые помогают вести ваш бизнес. То есть, вам не обязательно будет знать польский язык. То есть, есть русскоязычные профессионалы, которые помогут вам разобраться со всеми нюансами. Когда есть плюсы, то есть, конечно же, и минусы этой деятельности. Первым минусом является то, что у вас будет ограничение доступа к юридическому отделу. То есть, из-за того, что легально вы будете снимать в аренду деятельность организации, то все договоры с вашими клиентами будут подписываться от вашего имени, но от организации. То есть, вы не будете иметь права, доступа самостоятельно принимать какие-либо решения. То есть, вы должны будете согласовывать все со своим куратором. Но я знаю, что, например, в twustartup.pl есть такая возможность получения разрешения на подпись договоров с вашими клиентами. Но это все вы должны узнавать лично у своего куратора, а также с ними консультироваться, кто может, а кто нет. Также еще одним минусом является то, что не все виды деятельности могут участвовать и, точнее, сотрудничать с бизнес-инкубаторами. То есть, например, та деятельность, которая подвергается большому риску, то бизнес-инкубаторы чаще всего с ними не сотрудничают. То есть, это, например, финансы, это строительный бизнес, это, например, пищевая отрасль. Если вы хотите уйти с бизнес-инкубатора, то есть, перестать уже с ними сотрудничать, но от них открыли карту временного побыта, помните о том, что после прекращения работы с бизнес-инкубаторами у вас будет аннулирована ваша карта временного побыта. То есть вы должны знать этот нюанс. Когда вы подаетесь на карту временного побыта от бизнес-инкубатора, то вы подаетесь не как ведение бизнеса на территории Польши, а просто как праца и побыт на территории Польши. И также, когда вы увольняетесь, точно так же действуют такие правила, как и для любого работника. То есть у вас есть 15 дней для того, чтобы сообщить в ужин праца и судожемцев о том, что вы уволились с работы, и с момента увольнения у вас также есть 30 дней для того, чтобы найти нового работодателя, также получить новое разрешение на работу, подписать договор и выйти на работу. И от нового уже работодателя подать документы на карту временного побыта. Также я знаю, что бизнес-инкубатор не подписывает договор на длительный срок, то есть они подписывают умову от жела, например, или умову о залицении, каждый месяц. Но я знаю, что также для ужин, например, по работе с судожемцами, с иностранцами не всегда этого достаточно, и они дают какие-то справки о том, что они будут с вами продлевать работу в течение какого-то периода. Но опять же, это все нюансы нужно будет узнавать, и нужно будет все расспрашивать как и у ваших кураторов, так и в самом ужинте по работе с судожемцами. Еще одним минусом является медленная работа юридического отдела и бухгалтерского отдела. Нужно помнить тот факт, что бизнес-инкубатор не предоставляет быстрой поддержки. То есть ожидание ваших юридических документов длится от 5 дней до месяца. А, например, подтверждение банковских переводов может занять это несколько вообще дней. То есть нужно помнить и учитывать этот факт. Если по вашей деятельности не идут доходы, то бизнес-инкубатор, конечно, с вами не разорвет отношения. Единственное, что вам нужно будет оплачивать их услуги. То есть даже если вы не получили никакой прибыли в этом месяце, вы все равно должны будете оплачивать либо 250, либо 300 злотых в месяц, в зависимости от компании, за их услуги, плюс еще ВАД 23%. Также если у вас работаете с клиентами, которые на территории Польши, то вы должны платить ВАД 23%. Если же у вас заказчики из других стран Евросоюза, тогда вы не платите ВАД вообще. Что касается страхования, то здесь есть три варианта. Это либо же полный пакет ЗУС, второй это либо же только медицинское страхование, и третье это без взносов ЗУС. Все зависит от вашего вида деятельности. Также все зависит, подаетесь вы на карту ППД или нет. Если же без взносов ЗУС, тогда вам нужно будет оплачивать ЗУС отдельно, самостоятельно. То есть это либо же идти непосредственно в НФЗ, заключать с ними контракт, либо же воспользоваться, например, такими страховаемыми компаниями, как ПЗУ. Еще одним минусом является то, что через работу через бизнес-инкубатор у вас не начисляется пенсионный стаж. На этом у меня сегодня и все. Поэтому если вы работали через бизнес-инкубатор, поделитесь в комментариях вашим опытом. Если же у вас есть еще какие-то вопросы, то оставляйте также их в комментариях. Я постараюсь на них ответить. Ну а с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока.